Продолжение следует... Муразму учат, я бы так сказала, обучают приемам военным, и белорусы им страшно благодарны, мы об этом покажем сюжет с этой благодарностью. Они также оккупируют, можно сказать, курортную часть Анапы, российского курорта, и об этом мы тоже будем говорить сегодня, потому что там, в Анапе, они ждут, когда же их освободят, как обещали, после всех их подвигов так называемых. И, наконец, они же, эти ребята из ЧВК «Вагнер», служат яблоком раздора между Игорем Стрелковым Гиркиным и его командой из Клуба рассерженных патриотов, мы сейчас это увидим. Полковник ФСБ в запасе Игорь Гиркин, Стрелков, грозит выйти из Клуба рассерженных патриотов, если в нем останется паблик «Обыкновенный царизм». Еще два месяца назад на YouTube-канале «Обыкновенного царизма» вышел репортаж с заседания Клуба рассерженных патриотов. Тогда журналист канала Святослав Павлов мирно общался с Гиркиным. До 2020 года Святослав Павлов работал выпускающим редактором РИА Новости. В сентябре 2019 года на тренинге для военных журналистов в Крыму Павлова избили российские морпехи во время демонстрации захвата заложников. Следственный комитет заявления журналиста не принял, редакция за Павлова не вступилась, и в январе 2020 года он ушел из РИА Новости. Павлов присоединился к редакции YouTube-канала «Царское телевидение», созданного националистом Егором Просвирниным, и стал заместителем главного редактора. После смерти Просвирнина в конце 2021 года канал закрылся, а часть редакции весной 2022 года создала паблик «Обыкновенный царизм». Редакция паблика транслирует правую политическую повестку и поддерживает войну России с Украиной. Еще 8 июля, когда полиция сорвала лекцию Гиркина в петербургском книжном магазине «Листва», «Обыкновенный царизм» вступался за отставного полковника ФСБ. Полиция мужественно защищает страну от героя обороны Славенска и Изваринского котла. Полиция бдит, чтобы группа военнослужащих, владеющих листвой, не допустила сбора оборудования для военных на линии соприкосновения. Но не прошло и двух недель, как «Обыкновенный царизм» опубликовал 19 июля жесткую статью о Стрелкове. Автор обвинил его в предвзятости к бойцам ЧВК «Вагнер». Игорь Стрелков утверждает, что оркестранты — это то ли кровожанные наемники, то ли сектанты под влиянием диктатора Пригожина. Перечислив все заслуги вагнеровцев на войнах в Украине и Сирии, автор пишет, что никто из знакомых ему наемников Пригожина не обожествлял. И несмотря на мятеж, вагнеровцы остаются русскими солдатами и патриотами. «Почему же в случае вагнеровцев мы должны поступиться нашим руководящим принципом всегда и везде стоять на стороне русских, вообще и русского солдата в частности? Мы не видим никаких причин для этого. О русском солдате так говорить нельзя. Никому. Даже Игорю Стрелкову». Гиркин ответил, что автор статьи его оболгал и напомнил, что изменниками он называл лишь тех, кто после мятежа остался с Пригожиным. Гиркин с обидой добавил, что в отличие от Пригожина, его никогда и нигде не принимал президент Владимир Путин. «Больше я ничего писать не буду. Но, конечно же, я поставлю вопрос о том, что обыкновенный царизм солгал и оскорбил меня. Подозреваю грязную интригу». Спустя минуту Гиркин написал еще один пост, где припомнил наемникам ЧВК Вагнер убийство луганских сепаратистов Александра Беднова и Алексея Мозгового. «А кто за деньги убивал людей в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике, Мали, Сомали и так далее? Там тоже за Россию они воевали и воюют». Игорь Иванович так расстроился, что поставил ультиматум клубу рассерженных патриотов. «В общем, в КРП или не будет меня, или там не будет обыкновенного царизма. Мне такие соратнички ни даром, ни даже за ресурс не нужны. Пусть идут к Пригожину. У него, поверженного, и собственное многотысячное войско, и бабла куры не клюют. И лично общается с обеими президентами союзного государства. Солидному царизму нужен солидный монархист. Не шантропа отставная и нищая. Понимаю». Авторы обыкновенного царизма с недоумением спросили, чем же они так оскорбили и как оболгали отставного полковника. «По логике первого текста, одни вагнеровцы хорошие, а вторые плохие, потому что остались с Пригожиным. По логике второго текста, среди вагнеровцев в принципе нет хороших русских солдат из-за списка перечисленных вами грехов. То есть герои Бахмута, получается, не герои, потому что что? Потому что у вас с Пригожиным конфликт? Пока Гиркин и бывшие соратники Просвернина сражаются в телеграмме за звание самого рассерженного патриота, в отношении другого соратника этого клуба, полковника Владимира Квачкова, возбудили административное дело по статье о дискредитации армии. За что именно, не знает даже сам Квачков. С нами на связи Юрий Мухин. Юрий, здравствуйте. Юрий – писатель, который лично знает Игоря Стрелкова-Гиркина. И считаете ли вы, очень интересно, ваше мнение именно об этом конфликте, расколе? Считаете ли вы, что он адекватно реагирует на письмо вот этих людей в его адрес? Этих рассержек, как там, обыкновенного царизма? Я вообще знаю их всех, как облук. А, всех, да, всех. Я начал писать на политические темы. Первая книга у меня вышла в 93-м году. С 95-го я уже здесь, в Москве, так сказать, участвую во всем этом лично. И должен сказать, что я их насмотрелся, всех этих организаторов, клубов и все прочее. Это идет болтовня, болтовня, болтовня. И на фоне этой болтовни Россия превратилась в амерзительнейшее фашистское государство. А они все болтают о том, как сделать, чтобы оно было лучше. Вы понимаете, оно, я уже устал, они мне, собственно говоря, не интересны. Они вам просто надоели. Мы-то их не знаем, как вы. Поэтому нам вот интересно, кто из них... Оно же бесплодное, понимаете? Это же бесплодное. Это болтовня ради болтовни. Вот они, ну, черт его, везде мелькают. Даже, я не знаю, вот даже с полковником Флочковым. Ему даже надо было пожалеть вроде бы. Но одновременно, как смотришь, как они понимают мир, они не защищаются даже. Что с них, собственно говоря, взять? Вы знаете, что в этом деле, я бы сказал, наиболее такая вещь, о которой стоит поговорить, это сам Пригожин. Понимаете, это, как говорят в Черноморске, я бы ему палец в рот не вложил. Пригожин — это голова. Подождите, тогда в таком случае... Нет, ну я все-таки хочу хоть немножечко, чтобы вы прикоснулись к этому конфликту, о котором мы рассказывали. Но вы все-таки ближе, ваша позиция, которую вы сейчас будете излагать по Пригожину, к этому царизму обыкновенному или к Стрелкову Гиркину? Я скажу словами Сталин, когда его спросили, что хуже, левая оппозиция или правая. Он говорит, обе хуже. Понятно. Понимаете, это команда, у которой цель — болтать на чем-то. Причем, болтая, они делают то, что называется подстрекательство. Вот они подстрекают к войне с Украиной. Почему? За что? Они же сами не идут на фронт. Гиркин же два раза делал вид, что он типа там на фронт поехал и оттуда слинял. Вот уже в эту войну. Блин, они подстрекают к тому, чтобы там гибли каждый день 200-300 российских граждан. И не самых худших, между прочим. Тех, которые вот, ну дураки, ну дураки, но все-таки рискуют жизни за какой-то идеал. Тупой идеал. Неправильный идеал. Но что-то рискуют. А эти сидят, прости меня, по-латыни скажу гандоны, сидят в Москве и болтают, болтают, болтают. Понимаешь? Так, хорошо. Мы тогда не трогаем все. Мы их позиции не трогаем, только ваше. Вот ваше по рассматриваемому вопросу. Понимаете, я вот еще раз начал говорить, тут немножко неправильно о себе. Но, скажем, вот с 95-го года я на это все смотрю и должен сказать. Я впервые вижу человека с таким уровнем, с таким объемом власти. Вот как у Пригожина. Ух ты. Для меня невероятно. Между прочим, это для многих невероятно. Но они не понимают, что происходит. И критикуют саму, там, скажем, того, кого считают Путиным или еще чего-то. Но, чтобы так, допустим, ну, я знаю, там, перешел, есть у нас такой мерзавец, глава СКР Бастрыкин. Но ни разу не было, чтобы он объявил кому-то уголовное дело, и того не посадили. Понимаешь? Здесь он объявляет открытие уголовного дела. После этого на Пригожинцев, на них или на них вешают 15 убитых летчиков. И он дело закрывает. Я никогда не слышал, чтобы кто-то вернул. Когда вы говорите, что вы ни у кого не видели столько власти, значит, даже у Путина нет столько власти, сколько у Пригожина. Правильно? Ну, вы понимаете, тут не хочется и отвлекаться, но я вам говорю, Путина, как такового президента, у нас давно нет. Понимаете? Он или убит, или слинял. Сейчас даже люди, которые заменяют артисты, которые играют роль Путина, они даже не похожи на него. Они едва друг на друга похожи. У нас управляет неизвестная группа лиц. И вот аналогия – это США. Понимаете, как это происходит? То есть США, если заденешь все США, они там едины, выступают единым фронтом. Будут биться все. Но когда нет угрозы для всех, то тогда они начинают драться друг между другом. Как сейчас Байден и Трамп, да, допустим, вот взошлись в клинче. Так вот, вот эта группа, которая управляет Россией, надо понимать, что это не единое. Нет единого начальника как такового. Понимаете? Там группа, которая действует в зависимости от обстоятельств. И они дерутся между собой за воровство. Понимаете? Но давайте все-таки вернемся к нашему персонажу. И вот в этой группе, которая дерется количеством власти наделенной, вот на первом месте выделяется Пригожин. Нет, нет. Отойдите в сторону и посмотрите. 14-й год. Что произошло? В 14-м году вводятся санкции против лиц. Вы понимаете, до этого так было все хорошо. Украл в России, перевез туда, воположил в банк деньги. А тут наглые мировое сообщество деньги забирает. И что же вы считаете, что вот эта банда, которая руководит Россией, ничего не предпринимала? Нет. Она смотрит так, что положил сейчас деньги, ведь нет уже, так сказать, на цивилизованном Западе, нет банков, которые бы не отдались, так сказать, под проверку тем же США. Понимаете? Потому что авианосцы никуда не денешь. Авианосцы – это крайний довод. И никакой банк тут стоять не будет. Но есть государство, в котором трудно проверить, что находится в банках. Это Африка. Это государство там с диктаторами. И вот что наши, я полагаю, кадры придумали. Они создают эту некую ЧВК для помощи якобы диктаторам забраться к власти. Диктаторы забираются в власть и окружают себя этой ЧВК. Они не понимают, что они теперь, они, может быть, и защищены от остальных диктаторов в этой государстве, но они находятся под властью ЧВК. И вот теперь в это государство переводишь деньги золотом или валютой, или вложишь им в банки. И с этих банков уже выходят в Европу деньги в это, номерные счета, и все обеспечено. И Пригожин в 2014 году, в мае 2014 года, он начал организовывать этот ЧВК и начал организовывать вот этот канал, как ворованные деньги в России прятать на Западе так, чтобы их не нашли западные спецслужбы. Понимаете? Он хранитель общака власти в России. Без него им трудно, без него они свои деньги не найдут. Понятно. То есть тот Ралдугин, на который мы все думали раньше, этот велончелист, это прикрытие. Да, это официально сейчас ничего не спасает деньги. Вот только вот такой момент, когда вы выводите, допустим, в Центральную Африканскую Республику, а из банка этой республики уже переходят швейцарские банки куда-то на номерные счета. Понимаете? И тогда те, кто порвал, они имеют эти деньги как бы отмытые. Отмытые. Спасибо, Юрий. Я вам благодарна за этот вот вступительный монолог. Это была версия Юрия Мухина. Почему они так за него держатся? Потому что, ну, масса версий. Кто-то говорит, компромат он имеет какой-то на Путина, непонятно какой. Кто-то еще что-то. Вот силы боятся его. Но вот эта версия Юрия Мухина, что деньги, он держит их деньги. С нами на связи Александр Подробенник. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, хотя бы вы скажите что-нибудь по поводу этого конфликта между Геркиным, который говорит, уйду из клуба рассерженных патриотов, если там останутся эти люди, которые ругают меня за то, что я ругаю Пригожина. Слушайте, ну, это пауки в банке на самом деле, да? Они воюют за свое место под солнцем. Точнее говоря, за внимание, за благожелательное внимание верховной власти. Они пытаются быть полезными с расчетом на завтрашний день, потому что думают, что завтра будет еще хуже, и вот тогда они как раз и пригодятся. Вот между ними идет свара за то, кто окажется завтра более нужным для Путина или для человека, который будет его заменять. Я думаю, что все дело в этом, и ничего серьезного это из себя не представляет. Вот только борьба за доступ к кормушке. Понятно, спасибо. С нами на связи вот Александр Подробинок. И теперь слово Владимира Притула. Вам, вы, военный... Михаил, извините, пожалуйста, Михаила Притула, здравствуйте. Я не знаю, я уже боюсь спрашивать вас о сути этого конфликта между этими пауками. Никто не хочет сказать о том, прав ли Пригожин или... Ой, господи, боже мой, действительно, этих пауков столько развелось. Прав ли Гиркин в том, что он ставит так вопрос ребром, что мне не позволяют критику Пригожиной, поэтому я от вас уйду. Но считаете ли вы, что этот конфликт, который существует между разными ветвями патриотических сил Российской Федерации, он серьезный? Как вот я думаю, например. Ну, знаете, это конфликт... Вот дайте мне порулить, дайте мне порулить. Вот Пригожин не справился, теперь Гиркин справится. Или там, что его не справился, теперь Гиркин будет министром обороны. И так далее. То есть это такая борьба за власть. Это не значит, конечно, что Гиркин не прав. Он в многих вопросах абсолютно адекватно оценивает и критикует российское правительство, российскую власть. Вот это умный враг. Ну, для нас он враг, но он не дурак, далеко не дурак. Он намного умнее, чем тоже руководство Министерства обороны Российской Федерации. Ну, естественно, у него есть некая обида, потому что он считает себя совершенно не глупым человеком, а приходится ему подчиняться тем правилам, что страной управляют дураки. Представьте, как пусть врагу, но не глупому врагу видеть, что дураки завели его в страну в полную такую вот нехорошую ситуацию, с которой, в принципе, можно было бы давно выйти. Да-да, можно еще со мной поговорить. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы подсказали мне, с кем разговаривать, потому что здесь есть... Да, не обижайтесь. Спасибо. Это вы не обижаетесь. Мы сейчас серьезно говорим о таких вещах. Вот и Гиркин. Ну, Гиркин — это умный человек. Все, мы давайте забудем Гиркина. Перейдем там на команду Привожина и вот эту вот всю банку. Да. Вот знаете, меня очень волнует то, что Привожин все-таки появился в Белоруссии. У него там огромное количество людей, то есть 2000 человек. И вот куда он пойдет вот с этой бандой, замечательной бандой? Ой, Михаил, вы знаете, а мы для вас, специально для вас, приготовили свежайший сюжет Минобороны Белоруссии, который выложила, как они их там готовят. Вот я хочу, чтобы мы сначала его увидели, а потом вы, пожалуйста, прокомментируйте качество подготовки этих белорусских солдат вагнеровцами. Очередная точка на белорусской карте Вагнера — Брестский полигон. Практически каждый день здесь тренируются бойцы десанта-штурмовой бригады. Сегодня они в одной связке с лучшими инструкторами ЧВК. Обменяться бесценным опытом — главная цель занятия. Эти четыре дня с привлечением людей, недавно вернувшихся с специальной военной операции, имеющих, безусловно, богатый боевой опыт и самую свежую актуальную информацию, он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму как губка пытаемся впитать это все. По замыслу сегодняшней тренировки условный противник совершил налет на колонну. Солдаты занимают круговую оборону и дают отпор оппоненту. Параллельно оказывается первая медицинская помощь раненым. Совершив доразведку местности с помощью квадрокоптера, десантники запрашивают огонь артиллерии. После этого, зачистив район, они продолжают свое движение дальше. Особое внимание оркестранты уделяют слаженной работе в подразделении, начиная с командира и заканчивая рядовыми. Все должны передвигаться в одном ритме и действовать слаженно. Важно, чтобы была связь постоянная между нами. При перебежках движемся двумя двойками боевыми, то есть три пары. Одна пара занимает позицию охраняющую, и две пары перебегают ее. Все упражнения на занятиях максимально приближены к боевым. На каждой точке голубым беретом прилетают внезапные водные от инструкторов. Работать в таких условиях нужно быстро, максимально отходя от шаблонности действий. Постоянно находились с нами, советы очень дельные давали, подсказывали прикрывать, как занимать круговую оборону, как защищаться от беспилотных летательных аппаратов. Совместные тренировки бойцов продолжатся. Следует система обеспечения военной безопасности Беларуси будет становиться все крепче. Ну вот у нас сюжет был только что, и, Михаила, вам слово вновь. Как вам это братание ЧВК с белорусской армией? Вот знаете, я выскажу одну очень такую нетривиальную вещь. Я буквально позавчера услышал ее от белорусских оппозиционеров, с которыми мне пришлось пообщаться. И они мне высказали совершенно неожиданную для меня лично, может быть, неожиданную для наших зрителей, точку зрения на Лукашенко, и которая открывает совершенно другой ракурс на то, что происходит с Вагнами. Вот Лукашенко имел армию, которая руководилась, скажем так, российскими, большой частью, военнослужащими или разведчиками, которая была, мягко говоря, не очень боеспособна. Он получает около двух тысяч инструкторов, которые имеют боевой опыт, которые, правда, положили впереди себя огромное количество штурмовиков, но, тем не менее, они имеют боевой опыт, они обстреляны, и более того, они имеют, и это очень главный момент, они имеют за собой опыт похода на Москву, и по-многому успешного похода на Москву. И вот Александр Георгиевич получает в свое распоряжение эту огромную армию, на самом деле это огромная армия, две тысячи человек, которые обстреляны, имеют боевой опыт, это шикарная сила, и используют их для подготовки своей необученной, слабой армии. Вот он получит в свое распоряжение вооруженные силы Белоруссии, которые не только смогут защитить его, например, от каких-то происков Кремля, но и при необходимости, вдумайтесь вот в этот вариант, как бы пойти на Москву. Я ранее рассматривал идею о том, что вагнеровцы пришли в Белоруссию. Опять? Как? Опять? Чтобы еще раз пойти на Москву, я рассматривал это в плане шутки, реально. Ну, знаете, можно пошутить на эту тему, что вагнеровцам с Белоруссии идти удобнее на Москву, потому что там две дороги ведут, прямые абсолютно. Одна через Оршу, другая там еще через какое-то село. Вот. И там всего 700 километров. На поезде можно подъехать, захватить там себе вагончик и приехать. Понимаете, да, это была хорошая шутка в этом плане. Можно было пошутить. Из-за Севповича, да, там две дороги, можете посмотреть по карте. Но мне рассказали совершенно другую вещь о том, что Александр Григорьевич, ну, немного не такой, как я его себе представлял. Мне говорят, что он не просто имеет глубокую амбицию там быть президентом Белоруссии все время, сколько можно быть, а он имеет еще амбицию стать главой союзного государства Россия-Беларусь, если Путин уйдет в небытие. И вот тут вот этот процесс, с вот этой вот амбицией Лукашенко стать главой объединенного государства Россия-Беларусь или там, как они мечтают восстановить Советский Союз, то есть там чуть ли не главой Советского Союза, 2.0, да, вот такого, то тут мы по-другому понимаем наличие вагнеровцев у Беларуси недалеко от Минска. Ну, это на самом деле недалеко, это как бы придворный полигон. И, возможно, действительно Лукашенко формирует силу, которая позволит ему в нужный момент взять власть в России и стать главой вот этого союзного государства, которое существует на бумаге «Россия-Беларусь». И вот тогда, да, тогда все становится логично. Почему он просит привезти ему этих вагнеровцев? Он создает для них идеальные условия. Я думаю, что он их будет и дальше уколить, и лелеять. Он притягивает к себе всех вагнеровцев, которые где-то есть там в территории России, которые должны быть выпущены. 29 июля многие в Анапе находятся. И так далее. То есть вот он собирает вокруг себя огромную силу, которая позволит ему побороться действительно за власть в России и Беларуси. То есть за вот это союзное государство. А вот если наши предыдущие ораторы правы и действительно там Путина уже как такового нет, там находится группа людей, которые просто пожирают друг друга и теряют таким образом власть, то тогда мы получаем... Алло. Мы вас хорошо слышим. Тогда мы получаем... Да, все хорошо. Да, да, возвращаемся. И вот тогда получается такая ситуация, что Лукашенко готовит действительно силу и готовит себя для того, чтобы стать президентом объединенного государства или царем этого, я не знаю, как это называется, генсеком, что они там хотят сделать. Генеральный царь. Да, да, извините. И дополнительный штрих, о котором, не знаю, помню, мы говорим или нет, наши зрители, наверное, не помнят, что в той же деревне Осиповичи, где находится Вагнер, там организовали склады с ядерным оружием, которые туда завезли, как сказал Путин, месяц назад. Да, да. Знаете, то есть туда вот все у нас складывается в определенную картину, что вагнеровцы пойдут не на Украинскую войну, не на Польшу. Они пойдут на Москву, они пойдут захватывать Москву и будут захватывать власть в Москве, имея причем на борту еще ядерное оружие. И захватывать ее во главе этого всего похода будет уже Александр Григорьевич. Совершенно верно. Дмитрий Чапаев. Да, совершенно верно. И он будет уже тут выступать как спаситель, потому что, скорее всего, что он дождется того момента, когда власть в Москве ослабеет настолько, что ее действительно придется спасать. Спасибо, Михаила. И вот моя последняя надежда, сейчас с нами на связи, Павел Конегин. Павел, на вас я говорю последняя надежда, что вы единственные, может быть, что-то все-таки скажете про конфликт между Стрелковым Гиркиным и его соратниками по клубу рассерженных патриотов, когда он говорит, что я... Вот Пригожин для меня фигура абсолютно неприемлемая, а они говорят, не трожь своими грязными руками ЧВК, а он говорит, я выйду из клуба рассерженных патриотов, если останутся те люди, которые меня критикуют за мою позицию. Ну, что-нибудь скажете об этом? Лена, здравствуйте. Рад вас видеть в первую очередь. Я думаю, что Игорь Стрелков-Гиркин сам имеет очень большие политические амбиции, и, может быть, ему до сих пор стихнительно в этом признаться широкой аудитории. Во все условия, у него может быть страшно перед какими-то, так сказать, его ФСБшными или кремлевскими патронами, но, тем не менее, этот человек совершенно очевидно сам бы хотел заправлять всем. Он имеет четкую позицию по тому, когда все должно быть устроено в нашей стране, кого нужно расстреливать, кого сажать, и как вести войну, и как в футбол играть тоже. Поэтому я думаю, что здесь нужно искать причину его таких стычек, прямо очень таких забавных, что с Пригожиным, что с Кадыровым, что вообще с любыми реальными акторами, кто имеет реальную политическую или военную силу. Сам Стрелков-Геркин не имеет ничего, кроме своего телеграм-канала, на сколько-то сот тысяч человек из них активных, я не знаю сколько, поэтому все остальные пассивные. Поэтому здесь, конечно, даже говорить особо не хочется про Стрелков-Геркин, человек не имеет никакого влияния, по сути, в отличие от того же самого Пригожина, который, по сути говоря, вот как у предыдущего оратора Михаила бы сказывался, по сути, наверное, единственный действующий, действительно мощнейший политический игрок сейчас, за исключением самого Путина, который действительно может играть свою собственную игру. При этом мы все понимаем, что это человек, при этом мы все понимаем, насколько он жестокий, насколько он коварный, что фактически на его руках кровь не только украинцев и, условно, заключенных, которых он бросал в топку этой войны под Бахмутом, но и наших с вами коллег, Елена. Не будем забывать про историю в ЦАР. Никто ее не забыл, конечно. В 2017 году. Знаете, такой черный, юмор не юмор, но черные удивлялись люди, что в его квартире... Слышно сейчас хорошо. Да. Продолжайте, Павел, все хорошо слышно, со звуком все нормально. Да, да, и в квартире все эти были страшные вещи. Поэтому страшно признавать, что, по сути, мы имеем дело... Ну, на самом деле, два года назад, Лена, мы с вами тоже, по-моему, про это говорили, еще до того, как началось полномасштабное вторжение, что в России победят либо вот эти тихие полковники-коррупционеры, либо полковники-кровавые, которые хотят большой крови, которые хотят всех научить, как нужно любить Родину. А кто учиться не будет, тех будут топить, тех будут сажать. Вот сейчас мы, собственно, это не наблюдали. Ну, Павел, давайте так, это вы говорили. Я этого не говорила. Я всегда стояла на том, что совсем не обязательно, если уйдет Путин, будут какие-нибудь полковники, кровавые или некровавые. А вы вот считали, что так, да. И вот пришел кровавый. И вот приходит, приходит. При этом мы видим самое удручающее, что даже, например, вот на Ютуб-канале, который мы делаем, продолжение следует, мы делаем, выпускаем ролики, в том числе про Пригожных. И туда приходят люди, помимо всех адекватных, интеллигентных, понимающих, сомневающихся даже есть. Но есть и такие, которые говорят, что, ну, смотрите на него. Это ведь новый Навальный, это ведь новый спаситель. Он ведь правду говорит. Он ведь действительно собирается всем нам сделать хорошо. Он против власти коррупционеров и жуликов. Он против власти зарбавшихся. Он их всех накажет. Действительно будет нам всем хорошо. Вот этот вот сталинский какой-то ген, который сидит у нас в архитепе, да, в генотепе, к сожалению, он вот дает о себе знать таким образом. Когда действительно люди, отчаявшиеся от беззакония и бардака, беспределы в нашей стране, у них больше никого нет перед глазами, кто бы мог навести порядок. Потому что все остальные... Да, спасибо, Павел. Я просто подвожу итог пробежуточно нашему разговору, что за ним, во-первых, деньги, как говорит Юрий Мухин, во-вторых, за ним, как вы говорите, люди, в-третьих, за ним серьезная армия, которую, ну, на самом деле, мы еще это с гостями обсудим, не захочет ли переприватизировать себе Александра Лукашенко, и тогда вопрос, где окажется Пригожин, вот я спрошу тогда наших гостей. Но сейчас мы посмотрим сюжет о том, где еще, куда еще расползаются вот эти вот ЧВК «Вагнер» после своих подвигов на фронте. Условия работы следующие. Полгода воюете, через полгода получаете помилование. Вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер» или «Проект К» подошел к своему логичному завершению. Об этом стало известно журналистам важных историй. Бывшие заключенные сейчас находятся в городе Витязево, под Анапой, и ожидают решения об освобождении. Перед отправкой домой они должны получить документ о помиловании, паспорт, справку об участии в СВО, награды и наградные листы к ним и выписки от врачей, рассказала родственница заключенного важным историям. По информации издания, под размещение зэков выделено три гостиницы «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». Как говорят родственники бывших наемников, всего в Витязево сейчас находится 400 человек. Забронировать номера ни в одном из отелей невозможно. Они либо распроданы, либо закрыта функция бронирования. Хотя в соседних отелях, например, «Эмеральд», номера есть, что подтверждает теорию о компактном проживании зэков в Витязево. Журналистам удалось пообщаться в закрытых чатах с родственниками бывших наемников. Они рассказали, что несмотря на практически райские условия – море, солнце, наличие бассейнов при отелях – Витязево скорее походит на тюрьму. Бывших заключенных не выпускают за территорию отелей, пока они не получат помилования и выплаты. Некоторые наемники сидят в отелях уже два месяца. Несмотря на это, в местных пабликах жалуются на пьяные выходки зэков, хотя их родственники призывают не мазать всех одной краской. Всего в Анапе и Витязево есть 17 таких же отелей, как «Калипсо», «Кактус» и «Релакс», куда попадают раненые наемники и бывшие зэки, уходящие на помилование. Это еще весной удалось выяснить нашим коллегам. Сам процесс нахождения в Анапе вагнеровцы называют реабилитацией, хотя в основном медицинских услуг им не оказывают. По данным телеграм-канала «Астра», реабилитация проходит под аккомпанемент полицейских дубинок. Силовикам часто приходится приезжать на вызовы в отеле. Ну вот 29 июля все эти прекрасные люди отправятся уже свободно на улицы Анапы. Сейчас их держат как-то более-менее, ну, немножечко, можно сказать, в заперти. Но очень скоро все это закончится. Юрий Мухин, вам снова слово уже по итогам вот этой части нашего разговора. Вот я, конечно, вас хотела бы спросить, Лукашенко, согласны ли вы с этой концепцией, что он может перехватить инициативу Пригожина, подобрать его людей, влить их, встроить в свою армию, создать такую мощную силу и пойти пытаться захватывать власть в Москву? М, захватывать. Я вот уже третий ролик монтирую. И смотрю все, что перебираю в интернете, сколько их вообще, этих вагнеровцев. И что они за сила? Их же раздувают как мыльный пузырь, раздевают все. И СМИ России, и СМИ Белоруссии. Они как военная сила ничтожества. Понимаете? Ну, представьте, что вы охранников супермаркетов собрали и послали их воевать. Сейчас на одного, во время прошлых войн, на одного убитого было три раненых. Сейчас на одного убитого один раненый, поскольку все потери несутся от артиллерии. Вы видели у них артиллерию какую-нибудь? Сейчас подход к противнику ведется танками. Вы видели у них танки? Министерство обороны смонтировало ролик, как будто бы она приняла у ЧВК там технику. Эта техника стоит, заросшая уже кустами и бурьяном. Они сфотографировали какой-то склад и уверяют, что это Вагнера. Там аж шесть танков показано, вроде Вагнера им сдал. Причем на одном танке опознавательные знаки ВСУ Украины. То есть это какая-то поломанная для капремонта техника стоит. Я посмотрел колонну, которая входила в Белоруссию. Там в Белоруссии ее сфотографировали. В этой колонне три единицы бронетехники, правда, которые не отдавали бы Вагнеру. Это зенитный комплекс, все забываю его название. И бензовоз, и остальное гражданские машины. Посчитал людей, они стоят у обочины. Их не более двухсот человек. Рейтер же вам передала, тоже сообщила, что переехало несколько сот человек. Причем они бесполезны, это охранники. А Лукашенко показывает фильм, что они якобы кого-то учат. Чему учат? Вы посмотрите, это то, что курс молодого бойца, который все знают. Понимаете, а учить-то надо было бы, как использовать артиллерию, как использовать танки. А это, говорю, привезли человек 200 с Африки охранников. И нагнали зэков, и нагнали добровольцев, и гнали их в бой брать город. Вы понимаете, это вообще идиотизм с военной точки зрения брать город. Гитлер подошел к Ленинграду и приказал остановиться, потому что сами города, это крепости. Мы никогда не брали. Он единственный раз брал город Сталинград, и то это он брал излучину Волги, чтобы перекрыть ее. Это самый близкий путь был. Мы вынуждены были брать Берлин. Вот все взятые города за четыре года той войны американцы вообще ничего не брали. Они выбамбливали города до основания. Понимаете, это глупость брать город. Этот идиот пошел брать город. Он потерял, сейчас подтвердил у начальника, 22 тысячи убитыми и 40 тысяч раненых. Сравню вам просто. В 44-м году за 32 дня Красная Армия освободила Крым. Понимаете, это 27 тысяч квадратных километров, лучших городов и сел. И они освободили его за 32 дня, потеряв 17 тысяч убитых. Немцы потеряли, даже по их данным, 100 тысяч. Здесь потеряли 60 тысяч город, которого слова доброго нет. Понимаете, ничего не стоит. Короче говоря, вы не согласны. Они ничего не стоят, как боевая единица. Абсолютно. И какой там был, это же был не мятеж, это была какая-то порнография с ранее договоренностью. Хорошая цитата, не мятеж в порнографии. Пять танков на трайверах. Но напугала эта порнография, извините, побольше, чем какой-нибудь журнал «Плейбой». Вы знаете, вот это напугали или не напугали, это вопрос. Я же, я с чего начал. Киселев сообщил интересные цифры. Как бы ЧВК «Вагнер» получила 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это 25 миллиардов долларов. Это 10 лет задержать всю армию Украины мирную. Представляете, какие деньги. Они ему не ушли охранникам. Они расползлись по счетам. И в чем сила Пригожина? Не в его людях, а в том, что он знает, у кого какие счета и какие пользователи. Юрий, это мы поняли. Я хочу цифры прочитать все-таки, которые действительно их только что опубликовала, связанная с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал. Опубликовала вот эту статистику наемников, участвовавших в войне с Украиной. Всего в Украину отправились 78 тысяч наемников. Но это по их сведениям. Мы, естественно, проверить не можем. 49 тысяч из них завербованные заключенные. К 20 мая 2023 года взятие Бахмота из них было убито 22 тысячи и 40 тысяч получили ранения. Живыми и здоровыми 25 тысяч плюс раненые, находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает Беларусь до 10 тысяч, уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным, мне пока неизвестно, говорится в сообщении телеграм-канала. Таким образом, представители ЧВК опровергли слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявлял, что примерно 33 тысячи вагнеровцев заключило контракт с Министерством обороны. Вот, Александр, теперь подробино к вам слово. По итогам, опять же, состоявшегося уже обсуждения. Считаете ли вы то, что сейчас находится в Беларуси достаточной силой, на которую может опереться Александр Лукашенко, и действительно его амбиции могут простереться за границей Российской Федерации? Вы знаете, я не военный эксперт, мне трудно судить ответственно, но мне кажется, что военную силу вагнеровцев сильно преувеличивают. На самом деле, они вряд ли так хорошо в военном отношении подготовлены, как, например, Российская армия. Все-таки военное дело требует многолетней подготовки, опыта, традиции. У вагнеровцев этого нет. Это дикие гуси, это псы войны. Они идут туда, где им платят деньги. И это не самые квалифицированные военные, мне так кажется. Но при этом, хотя их, может быть, и раздут мифы об их военной силе, тем не менее, они, наверное, все-таки представляют определенную угрозу, если смотреть на перспективу на завтрашний день, на послезавтрашний. Дело в том, что по мере деградации государственных институтов в России, по мере того, как страна разваливается, экономика разваливается, и общество деморализуется, даже незначительная сила может оказаться решающей в схватке за власть. Может быть, в какой-то мере это повторяется ситуация 16-18 года прошлого столетия, когда власть могли подобрать кто угодно, любые организованные военные группы, и даже не обязательно военные. Сейчас, я думаю, много таких будет появляться, и, собственно, они появляются. Возьмите Чечню, и, кстати говоря, ЧВК, они единственные вагнеровские, частные военные компании и другие тоже есть. И там везде свои игроки, и все они думают о том, как им завтра оказаться наиболее влиятельными, оказаться у власти и подойти государственный бюджет. Я думаю, что вагнеровцы могут существовать только, покуда их подкармливают из госбюджета. Не будут им давать деньги, не будут давать оружие, они никто и ничего не смогут сделать. Растворяться в пространстве, будем надеяться, бескровно. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим, вам тоже будет интересно, всем нашим гостям, я думаю, увидеть опрос москвичей, а согласились бы они жить в одной гостинице с вагнеровцами. Дороже покой, дороже порядок в стране. Вот, и поэтому они тоже люди, они работали. Вот, и что произошло, может быть, где-то мы до конца не узнаем. Понимаете, как тут вот нельзя и их винить, и Путина винить, и Россию винить. Но мы все должны понимать, что мы в очень сложной ситуации. Бояться в нашей стране некому и нечему. Есть руководство, есть специальные службы, которые этим занимаются. А все остальное вон там, решим все. Там у них командиры есть, которые за ними смотрят. Зависит, конечно, от характера людей, но я считаю, что это оправдано. Люди беспокоятся о себе, окружении, о своем отдыхе, о времяпрепровождении, комфорте для себя, для своих семьи, детей. Все правильно. Если человек решил выбрать курорт именно Краснодарского края, и он должен знать об этом, что даже если бы там не было этих вагнеров, то все равно бы дьянки-гулянки были. Другой вопрос, если бы там был криминал или какие-то убийства, или еще что-то, тогда да, можно было бы задуматься о том, что люди асоциальные ведут себя опасно для жизни человека. А если, в принципе, там все тихо, и они просто отдыхают, как и все, то меня бы это не смутило. Да нет, я со всеми всегда дружелюбен, я думаю, в ответ всегда получаю то же самое. Они что же люди, как и мы? Какая разница? Можется спокойно уже отдыхать, без пьяных компаний. Да, я думаю, конечно, не все, потому что люди травмированы психологически, и они уже не совсем должны быть, мне кажется, не совсем уже в той кондиции, в которой должен быть нормальный человек. Да вы знаете, часто получается так, что попадаешь и не знаешь, что там рядом. По обстоятельствам, наверное, по ситуации. А так не трогают, я не буду трогать. Ну, что они будут дебоширить, там пьянки какие-то, вот так вот, вставать к людям. Если с детьми поеду, ну, немножко, может, смутило, а так люди отдыхают, если они культурно отдыхают, пожалуйста. С одной стороны, как бы, если это русские люди, то вроде бы свои, да? Но кто знает, после того, что случилось, доверие потеряли, понимаете? Это трагедия. Вот, Михаила, еще раз посмотрите. Они не боятся. В общем, в массе своей люди их не боятся. Они не считают, что это черти с рогами, там, с хвостами и так далее. Они не боятся. Но я все-таки хотела вас спросить. Вот мы вчера ночью увидели Уткина, которую мы раньше не видели, заместитель довольно знаменитый Пригожный, и его самого на территории все-таки Беларуси. Как, вот при том раскладе, который вы нам предлагаете, как они между собой уравновешиваются, Пригожин и Лукашенко? Кто у кого, получается, на, ну, не подпобегушки, это неправильное слово, кто главнее в этой ситуации, Пригожин или Лукашенко, когда оба сейчас находятся вместе с этими отрядами на этой территории? Знаете, они просто играют каждый свою роль. Пригожин играет свою силовую роль, вот, именно такую, знаете, волевую движение. И не менее важен тут и Лукашенко, который играет и политическую свою роль, и он опытный аппаратчик, опытный пилограмм, опытный политик. Его опыт в политике несколько больше, чем опыт того же самого Путина. И Лукашенко находится в очень жесткой ситуации, когда ему необходимо или идти вперед, или сдаваться назад. Точно так же и Пригожин. То есть они, я думаю, что найдут общий язык между собой. А Россия большая, ресурсов много, они ее поделят. Тут без проблем. Кроме того, вот наши эспекеры и люди, которые, вот мы выспрашивали их на улицах Москвы, согласились ли они пожить в одной гостинице, спалкиваться, не забывают. Один маленький момент. Если помните, был такой фильм, называется «Холодное лето 1953». Да, был такой хороший момент. Да, вот такой вот исторический момент, который мы должны помнить. О том, что в 1953 году, после смерти Сталина, была амнистия, и на свободу выпустили огромное количество заключенных. Огромное количество. Которые делали в Советском Союзе очень даже холодное лето. Вот, в данном случае мы имеем очень похожую ситуацию. Когда с 29-го числа, 29-го июля тогда будут выпущены вот те люди, которые, зэки, которые находятся в Анапе сейчас, в гостинице. Вот. И многое количество вагнеровцев уже находятся по всей территории России. Это люди, которые обстреляны. Это очень важный момент. У них нет порога убийства. То есть они могут применить оружие в любой момент против любого, в том числе правоохранительных органов, причем любое оружие. Это может быть и лопата, и нож, и заточка. Но добыть себе оружие и идти дальше. То есть вот эти люди будут разбросаны сейчас по всей России. Огромное количество. Которые не имеют порогов. Нет никаких у них барьеров психологических и моральных, тем более. Вот. И имеются соответствующие навыки. Естественно, что они их будут применять. Иначе быть не может. И вот этот дестабилизирующий фактор, он будет очень катастрофичен для всей России на самом деле. И после этого вполне возможно, что вот именно Лукашенко с Пригожиным пойдут спасать Россию уже из Белоруссии. А, то есть на пару. Все-таки на пару. Не один Лукашенко. Конечно. А кому же достанется власть в России, если они вдвоем придут спасать и спасут? Ну, формально будет Лукашенко. Потому что Лукашенко для того, чтобы управиться со всей Россией, ему нужна какая-то вооруженная сила. И вот этой силой вполне может быть Пригожина его команда. Потому что Лукашенко же не может положиться, допустим, на ФСБ. Он не может положиться на внешнюю разведку России. Он не может положиться на Национальную гвардию и так далее. Не будет никакой основы. То есть ему нужно для того, чтобы управлять большой страной, причем в том состоянии, в котором он ее получит, ему нужны будут свои люди. И вот Вагнеровцы тут прекрасно подходят на роль вот этих вот своих людей. Это маленькая организованная сила, сплоченная, которая не имеет элементы доверия друг к другу, благодаря кувалде Пригожина. И таким образом они могут выступить инструментом для Лукашенко. Точно так же вагнеровцам необходим легитимный, условно говоря, легитимный изъяс-председатель, который был бы одновременно, у него есть должность, он может быть председателем вот этого правительства России и Беларусь. И тогда все ложится как бы в одну общую схему. Они восстанавливают, условно говоря, Советский Союз, если найдут третьего, вот, кто будет, возможно, они... А войну-то они прекратят вдвоем или они еще с большей силой кинутся? Война-то им, в общем-то, не нужна. Не нужна? Война нужна Путину, чтобы сохранить власть. Война нужна Шой, чтобы сохранить свое положение. И так далее. То есть пока идет война, они как бы находятся во власти. Если придет, допустим, Лукашенко с тем же Пригожиным, им эта война не нужна, она будет для них обнуваться. Им нужно будет легендерировать свое положение в пространстве. Очень интересно. Михаил, спасибо, я хочу успеть перепроверить вот эту вашу концепцию у Юрия Мухина. Юрий, как вы считаете, смотрите, вот эта пара образовывается, допустим, ну, конечно, у Пригожина деньги, о которых вы говорили, мы не сомневаемся в этом. Действительно ли им не нужна будет война уже? Потому что у этого власть, у этого деньги, зачем нам еще воевать с Украиной? В 19-м году Гордон спросил у Лукашенко о Пригожине. И он сказал, что Пригожин, он такой очень услужливый, говорит, каждый раз, когда я приезжаю в Москву, он бежит привезти мне бутылочку качественного вина. Понимаете? Вот это то, что я хочу сказать о том, что там обсуждать, что там с ними. Я хочу сказать с того, с чего начал. Это вот наш сегодняшний разговор объясняет, почему я не хочу вообще-то участвовать во всех этих блогерах. Это разговор ни о чем. Нет, подождите, но все равно, вот вы говорите ни о чем. А мне очень интересно, как вы это видите. Вот сегодняшнее место Пригожина, сегодня, вот вы не говорите ни о чем. Так скажите конкретно, вот он сегодня находится на территории Беларуси. Что дальше? Что все это значит? У него деньги, как вы сказали, очень конкретно. Деньги у него, еще раз вы понять не можете, не деньги, а знания, где хранятся деньги. Мы понимаем это. Вполне возможно. И Лукашенко. Это я коротко сказала. Потому что Лукашенко очень любит Колю. Так, Колю. Вполне возможно, Лукашенко хранит его, чтобы знать, как потом достать те деньги, которые переправлены на Запад. И его хранят все вот так. Сам он, как и политик, как в этом самое, он ничто. Он хранитель общака. Узнаете, черт возьми, уголовников. То есть абсолютно не важно, Путин или Лукашенко. В данном случае все заинтересованы в нем только по одной причине. Ни по какой другой. Никакое там взятие власти их не волнует? Или там продолжение-непродолжение войны? Он не может взять власть. И она ему даром не нужна. Ну что это за государственные идеи эти? Ну это же вообще по... Лукашенко, да. Он может быть, он опытничный руководитель в мире. Но это, Пригожин, но это вообще никто. Но это вор, обычный вор-олигарх. Ну Михаил, и говорит, что этот опытный еще забирает себе власть с помощью вот этого. Вор не вора, армия-то у него обученная. Не забирает власть с помощью этого говна. Вот этих там 200-300 охранников. Это при том, что 325 тысяч только росгвардейцев сидят-сидят баранов. Да там их ГАИ разгонят. На Москву они, понимаешь, шли. Спасибо, Юрьевка. Я прям не хочу цитировать каждое ваше слово. Спасибо. И, Александр, вам вот завершающий монолог нашего прекрасного разговора. Все-таки, вот я все время хочу понять сегодня, как наши дорогие гости видят ситуацию сегодня и сейчас. Что будет буквально через два дня? Вот он сейчас на территории Беларуси. Что дальше? Чего мы ждем от этого человека, от его армии, от этого расклада? Что может с ним происходить? Как он будет встроен и куда? Прогноз. Я думаю, что сценарий захвата власти Пригожиным и Лукашенко, захвата власти в Москве, он, если не сказать конспирологически, то фантастически. Мне кажется, это совершенно нереальная ситуация. Но я повторяю, что в ближайшем будущем большое значение будут иметь даже маленькие силы, маленькие инициативы, которые могут просто оказаться, люди оказаться в нужное время, в нужном месте и подхватить власть. Так же, как большевики подхватили власть в октябре 1917 года и думали, что это на пару месяцев до января, Ленин прогнозировал, что они продерживаются, а оказалось на 70 лет. Так же может получиться и здесь. То есть может выскочить новый Ленин, условно, маленький, да? Сколько угодно, сколько угодно. Я думаю, что появится много, и здесь и Кадыров, может быть, со своей армией и другие формирования. Ситуация хаоса. Ситуация хаоса, возможно, что угодно. В том числе, конечно, и фантастический сценарий, как Лукашенко приходит в Москву и становится новым генеральным царем. Ну, я думаю, это мало вероятно. Ладно, спасибо. Ну, мы, по-моему, очень недолго уже осталось ждать, что будет дальше. Судя по тому, как развиваются события, поживем и очень скоро увидим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Редактор субтитров А.Егорова